Всем привет! С вами Андрей и добро пожаловать в Моблаб, рубрику, где мы скрещиваем мобов, у которых есть свои гены, и они с каждым поколением мутируют и эволюционируют. И это вторая серия! Как вы можете увидеть, все мобы из прошлой серии теперь на дикой природе, и мы их будем выбирать отсюда, чтобы скрещивать для какой-то цели. И наш первый эксперимент это существо с самыми большими рогами, поэтому я отобрал всех наших существ, у которых есть рога. Кроме одного, у Пикачу нет рог, но я его решил взять, потому что, возможно, мы сможем при помощи его ушей создать существу большие рога. Ну, в общем, у нас скрещиваются прямоходящий Пикачу и корова-черепаха, пикаблу и демоническая свинья, самый обыкновенный оборотень и еще одна мутация, два демона, точнее, неклассифицированный объект номер 3000 и... как тебя там зовут, я не помню, Пикачу и подводный бык, и корова и свин-паук. Я перемешал существ, и теперь у нас скрещивается Пикачу и свин-паук, корова и... я забыл, как тебя зовут, подводный бык и неопознанное существо номер 4000, обычный оборотень и демоническая свинья, еще одна мутация и черепаха с древым хвостом, пикаблу и прямоходящий Пикачу. Все существа выросли, а, соответственно, самое время посмотреть, кто же у нас получился. Я думала, у старого эндермена были только зеленые глаза, но, видимо, он сам был зеленым. Знакомьтесь, бесполезное существо, которое мы вообще не хотели выводить. Что ты такое? Это мышь корова, определенно, это зеленая мышь корова. Похоже, что гены пандачу как-то повлияли на этого крипера, и в итоге это крипера панд, который еще гибрид с билетной свиньей. Шикарное существо, мне это нравится. Это длинноногие крипера панды. Это какое-то очень странное существо, это, по-моему, демонический короткорукий эндермен. Именно так. Еще одна панда, это пандамен. Ну, хоть какой-то успешный экземпляр. Как мы видим, у него рога стали длиннее, определенно, но... Это теперь морской Пикачу. И очередная панда, это пандаук. Дырявый хвостый рогатый Пикачу. Короче, это морковный Пикачу, знакомьтесь. Черепаха панд с дырявым ухом. Эндерпанд. Боже мой, что это такое, уберите это от меня подальше. Боже мой, что это такое, уберите от меня это подальше, икс-два. Я считаю то, что наш первый эксперимент был провален, и его не стоит продолжать дальше. Из всех наших существ успешным оказалось одно. У него появились нормальные рога. И то они не стали длиннее. Они просто передались по наследству от его предка. Эксперимент окончен, и я не вижу смысла его продолжать, поэтому... Второй наш эксперимент, это выведение Пиноккио, существа с самым длинным носом. Я заметила то, что у очень многих наших существ носы длиннее, чем у единственного существа, у которого нос объемный. А конкретно, обычного Пикачу. Как мы можем увидеть, его нос чуть больше пикселя. В то время, как у многих наших существ он составляет три пикселя, как мы видим тут. Поэтому мне стало интересно, можем ли мы сделать нос еще длиннее. И поэтому я взял всех наших носатых существ, чтобы вывести Пиноккио. Осел и морковный Пикачу. Что это такое, уберите это от меня подальше, и Пикаблу. Зеленый бегемот с панцирем и прямоходящий Пикачу. Обычный оборотень и зеленый пандачу. Неклассифицированный объект номер 4000, и что это такое, уберите от меня, это подальше, Х2. Свин-паук и длиннорукий демон. Пикачу и я забыл, как тебя зовут, хотя я тебя сделал в этой серии. Один из коконов успешно подох, благодаря тому, что они его запихали в угол. Нам не хватает еще трех коконов, и поэтому я решил скрестить самых длинноносых существ из тех, что у нас есть на данный момент. Осел и что это такое, уберите это от меня подальше. Свин-паук и зеленый бегемот с панцирем. Я забыл, как тебя зовут, хотя недавно называл, и что это такое, уберите это от меня подальше, номер 2. И все существа вновь вылупились, и поэтому сейчас мы на них посмотрим. По-моему, эксперимент уже можно считать успешным, несмотря на все следующие результаты. В общем, я без понятия, как это назвать, поэтому я прошу назвать вас его в комментариях. Тот вариант, который мне понравится больше всего, я поставлю ему как имя. У вот этого существа нос не стал длиннее, но зато у него длинный хвост, поэтому я предлагаю это назвать Бобер-паук. Вот помните самого обычного оборотня? А это самый необычный оборотень. Слепая лаймовая свинья утконос. Только посмотрите, как его накормили. По-моему, глубоководным существам пора перестать размножаться. Они выглядят весьма глючными, мне это не нравится. Так тебя и назовем. Весьма глючное существо. Вот это существо мне нравится, это какой-то мишка рогатый. Очень клевое существо. Пандачу эволюционировали, и теперь это мишкачу. Походу, я пропустила одну клетку. Какое прекрасное существо. О, это полярный мишка утконос. И длинноногий утконос. Я решил, что я сделаю успешным результатом эксперимента в особые места. Я знаю, что эксперимент успешный, и его можно считать оконченным. Но я решил проверить, насколько еще длиннее мы сможем сделать наше существо. И скрестить двух самых успешных экземпляров данного эксперимента. И вот результат этого скрещивания. Как мы видим, ничего не получилось. Похоже, что это максимум того, что мы сможем достичь. И нам просто повезло. И это разведение было финалом данной серии. И я считаю то, что у нас весьма неплохая серия получилась. Мы провели два эксперимента, и один из них оказался более чем успешным. Пишите в комментарии, какие еще вы хотели бы увидеть эксперименты. И возможно, я их сниму. Ну а с вами был я, Андрей Вейс. Ставьте дизлайки, если вам понравилось данное видео. И лайки, если оно вам не понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok